Всем добрый день! Сегодня хочу предложить вам приготовить вместе со мной солёную карамель. Этот замечательный соус прекрасно подойдёт. И для того, чтобы просто его есть, намазывая на хлеб, и поливая вафли, блинчики, оладушки, пончики, украшать тортики, поливать мороженое. В общем, вариантов множество. Итак, давайте же приступим к приготовлению карамели. Для этого нам потребуется сотейник, желательно с толстым донышком. И в сотейник будем всыпать 200 г сахара. Посмотрите, у меня мерная чашка 250 мл, буквально на полсантиметра, неполная она, это будет 200 г сахара. И ставим на средний огонь. Будем плавить сахар первым. Так, ещё я приготовила вот здесь кусочек масла 35 г, упаковку сливок 250 мл и пол чайной ложечки соли. Всё, больше ничего не потребуется. А также лопатка, чтобы придавливать сахар в сотейнике, когда он начнёт плавиться. Хочу также вылить сливки. Пока плита разогревается, хочу сливки вылить. И мы будем практически одновременно, параллельно с сахаром, будем нагревать и сливки. И сливки будем нагревать почти и до кипения, но не доводя. Всё, перемещаемся к плите. Так, нагревается плита. Сливки пока ещё не включила, хочу дать немножечко сахару начать плавиться, и включим тогда сливки. Всё, начинает сахар у нас подлипать. И вот такими вот движениями как бы придавливаем сахар ко дну сотейника, начинаем его плавить. Удобнее всего это делать вот такой вот силиконовой лопаткой, ну, потому что ложкой как бы не прижмёшь сахар-то. Сахар начал плавиться, и включу тоже на средний огонь, на троечку включу, пусть начинают подогреваться сливки. Самое главное в этом деле не дать карамели загореть, а то будет очень такой невкусный, горелый запах и вкус. Сливок я буду использовать 250 мл, можно использовать было 200 или 230, в зависимости от того, какой густоты вы хотите получить карамель. То есть, варьируя сочетание, количество, вернее, не сочетание, количество сливок и сахара, можно получить карамель той или иной консистенции, более густую, более жидкую, совсем как соус клющуюся. Периодически можно приподнимать с плиты карамель, чтобы она у нас не подгорала. И вот на горячем еще сотейнике пытаюсь ее растворить. Я считаю, что сахар у меня полностью растворил. И в принципе, наверное, она не подгорела. Сливки у меня нагрелись. И вливаю, вливаю в карамель. Все начнет шковорчать, шипеть. Все. Теперь нужно нам... Можно теперь помешивать. Она будет все бурлеть. Осторожно это делаем. Масса вся будет шипеть. Эх ты, у меня сбежала чуть-чуть, неудачно немножко. Надо было побольше чуть-чуть сотейник брать. Я вот пока и не опускаю, хочу, чтобы немножечко вот это вот кипение, бурление улеглось маленько. Вот у меня все это кипение, бурление немножечко прошло. Теперь добавим сюда соль. И сливочное масло. Так, прошу прощения, у меня вот тут оно немножечко скипело, без сбежала, поэтому немножечко будет с грязной плитой, потому что остановить процесс я никак не могу. Нужно 5 минут теперь уваривать после добавления сливочного масла и соли. 5 минут это ориентировочно, а в принципе до 180 градусов. Если у кого-то есть термометр, обязательно воспользуйтесь термометром. Я хочу своим воспользоваться все-таки. вот, сто восемь градусов снимаем. Снимаем с огня, сто восемь градусов, достигли. И заняло это вовсе у меня не пять минут, а дольше минут семь-восемь. Посмотрите, до какой, до какой консистенции нужно было ее уварить. Вот, она сейчас достаточно жидкая, но пройдет пару часиков, и она застынет и будет нужной нам консистенции. Вот такая вот карамель у меня получилась. Сейчас дам ей немножечко остыть, и можно будет вылить в какие-то красивые баночки, пиалочки, куда желаете. Ну, у меня еще только начало остывать, но я хочу перелить ее в баночки, чтобы она застывала уже в баночках. Не терпится попробовать. Очень вкусно. Так, зря я приготовила две баночки. Посмотрите, как раз из этой нормы у меня получилась одна баночка 330 мл. Полная практически, да, под завязку. Все. Теперь дайте ей остыть на столе, и потом можно хранить в холодильнике и использовать, как я уже сказала, можно по вашему желанию. Вкус сливочно-карамельный, с такой приятной солоноватой ноткой. Соль можно по вашему желанию и вкусу использовать. Отличный рецепт. Если желаете, можете повторить и попробовать. Я желаю вам удачных блюд на вашей кухне, и до скорой встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok